Из чего у тебя складывается такая выносливость ног? За три поединка ты можешь нанести 250 взрывных киков, а в поединке, например, с Джереми Стивенсом, киков у тебя было больше даже, чем панчи. Это не та вещь, которая идет от природы, это нужно много тренировать. Сколько ты выбрасываешь панчи и столько же нужно выбрасывать киков, коленей и локтей. Если я делаю один раунд боя с тенью с панчами, потом я делаю один раунд боя с тенью с киками. Полноценный бой с тенью, но только кики. И я всегда фокусируюсь на том, чтобы задействовать две ноги одинаково, чтобы я много работал и левой и правой, поровну. У меня нет конкретной цифры за тренировку, сколько киков я должен пробить. Я просто бью ногами так сильно и так быстро, как только могу. Лоу кик, миддл кик, хай кик. Лоу кик, миддл кик, хай кик. Я всегда делаю такую работу и так строю свою выносливость. Всегда один ритм, одна энергия, одна сила. Когда ты в отпуске или не тренируешься интенсивно в зале, ты делаешь что-то для гибкости ног, чтобы они не теряли мобильность, чтобы не ржавели? Я не делаю какую-то специфическую растяжку, я делаю просто общую растяжку. Просыпаюсь и просто тянусь, растягиваюсь. Когда я с кем-то говорю, я могу одновременно делать растяжку на ноги. Растяжка просто часть моего образа жизни, я не делаю чего-то специального. Представь, если к тебе до поединка подойдут люди из UFC и скажут, в этом бою ты должен отказаться либо от лоу киков, либо от миддл киков, либо хэд киков. То есть нужно отказаться от одного этажа киков. От какого типа киков ты бы отказался? Пожалуй, я бы отказался от хэд киков, потому что хэд киком можно попасть раз и нокаутировать, но сделать это тяжело. Соперник все равно будет акцентироваться на защите головы, ставить руку в блок, а вот ноги его всегда здесь, он вынужден их использовать, он вынужден двигаться на них. Если у тебя нет ног, у тебя нет ничего. И корпус тоже всегда будет открыт, потому что большую часть времени люди закрывают голову. Поэтому я оставил бы лоу кики и миддл кики, а хэд кики это такая очень ситуативная вещь. Какой тип киков больше всего изматывает тебя? Лоу кики, миддл кики или хэд кики? Ни один из них. Я могу бить их все, работать и работать. Мы ни разу в истории UFC не видели нокауты акс-киком, топором. Реально ли на этом уровне вырубить кого-то этим ударом? Да, да, абсолютно на все 100% реально нокаутировать кого-то этим ударом. Тут все убирается в выбор момента. Большинство ребят бросают акс-кик, когда соперник наклоняется вперед, вместо того, чтобы наоборот ловить его, когда он отклоняется спиной назад. Когда человек отклоняется назад, у тебя есть хороший выход, хорошая амплитуда для акс-кика. А если соперник наклоняется вперед, акс-кик перелетит его, ударит куда-то за спину. Нужно бить очень быстро с хорошим таймингом, чтобы попасть этим ударом. Кстати, в моем первом бою по ММА я жестко попал парню акс-киком прямо в грудь. Он аж отлетел. Но у акс-кика есть минус. Его легко поймать, и тогда тебя переведут на землю. Нужно бить его очень сильно, чтобы ногу не поймали. Но, может быть, сейчас для меня как раз настала возможность применить этот удар в бою. Ты дружишь с Дональдом Сироне и много тренировался с ним. Он владеет рекордом по количеству хай-кик нокаутов в истории UFC. Раскрывал ли он тебе какие-то нюансы или секреты по доведению удара ногой в голову? Когда мы тренировались, ему не нужно было мне многого рассказывать. Я учился просто наблюдая за ним, работая с ним рядом, тело в тело. Я отмечал для себя, как он двигается, как он генерирует скорость, как он располагает свое тело. Я многому научился просто наблюдая за ним, и я воспринимаю это как подарок от него. Он один из моих лучших друзей, и меня впечатляло, как он тренируется, и как он может применить какие-то вещи из тренировок в поединках. Учиться, просто наблюдая за ним, это было более чем достаточно для меня. Ты, кстати, помнишь тот день и момент, когда он показал тебе этот перевернутый локоть, которым ты в итоге нокаутировал корейского зомби? У меня даже есть фотография, на которой он тренирует этот удар. Он пытался разобраться, как довести этот локоть, в какой ситуации его бить. Конкретно этот вид локтя очень впечатляет, но я пытался бить локтем снизу вверх еще в моих ранних поединках. Когда я наблюдал за Дональдом на тренировках, я понимал, что этот локоть может работать, но нужно очень удачно выбрать момент. Его не обязательно тренировать тысячу раз, нужно просто почувствовать момент в бою. Понимаете, дело в моменте. В поединке ты сам поймешь, когда этот момент пришел. Честно, перед зомби я не так много тренировал этот удар. В кемпе мы прогоняли ситуацию, как можно поднырнуть и ударить нужным образом. Дело в том, что человеческое тело, оно двигается как веревка. Если ты бьешь человеку по верхнему этажу, его нижняя часть тела идет вперед. Если бьешь по нижнему этажу, его верхняя часть тела идет вперед. Если ты показываешь ложный удар или движение по нижнему этажу, идет спрол, и уже верхняя часть тела накореняется вперед, голова идет вперед. И в такой момент будет окошко для такого локтя. Мы планировали ложное движение и затем выход вверх, либо с коленом, либо с киком или локтем. Люди удивляются, как у меня может так изгибаться локоть, но все могут сделать такое движение. Вопрос в том, как ты подстраиваешь свое тело. Я не суперчеловек, а мои локти не так могут гнуться, блин, чтобы в каких-то нереальных безумных направлениях изгибаться. Тут дело в том, как ты подстраиваешь тело, чтобы выйти локтем. То же самое и с киками. Я не могу, например, сесть на полный шпага, но я могу ударить ногой так высоко, выше моего роста, на уровне двух метров. И это не из-за гибкости, просто вот так я могу подстраивать свое тело. Меня удивило, как в бою с Максом Холлоуэем ты смог справиться с его давлением и просто жестко стоять в своей позиции. Как тебе это удалось? Я очень усердно тренировался к этому поединку. Я знал, что он хороший боксер, потрясающий, просто потрясающий боец. Но я был уверен, что справлюсь с его давлением. Я верил в себя и мой бокс. И я просто не отдавал ему пространства, вступал в размены. Меня удивило, как он смог держать все эти лоу-кики. Я очень жестко бил ему по ногам. Видел, как это потрясало его. И всякий раз я думал, ну все, вот сейчас я его добью. Я пытался обрубить ему ноги, чтобы он не мог идти вперед. Но он держал эти удары и доводил свои. Отличный бой. Из-за такого количества киков после многих поединков у тебя сильно опухшие стопы. Нет ли такого, что у тебя уже хроническая боль в этой части ног? Нет. Как я уже говорил, я люблю брать время на восстановление после поединков. Особенно, когда я получу ущерб. Если UFC звонит мне и говорит, хей, примешь бой через два месяца, я отвечаю, что не против, но не уверен, смогу ли я тренироваться к поединку, потому что у меня разбитые стопы. Я прошу дать им мне еще один месяц или два. Только когда у меня происходит полное восстановление, я начинаю тренироваться. Я слушаю мое тело, мои ощущения. Если не заботиться о болячках, они могут остаться с тобой на всю жизнь, а у нас в распоряжении только одно тело. Ты должен заботиться о нем так внимательно, как только можешь. Кстати, говоря о боли, кто бил по тебе сильнее всего в карьере? Макс Холлоуэй. Он попал мне сюда, и теперь у меня здесь шрам. Правым прямым. Бум! Мне наложили 10 швов, 7 снаружи и 3 внутри. Явно нездоровое рассечение было. Но теперь мне нравится этот шрам, он симпатично выглядит. От этого удара я услышал... Знаете, когда бьют по железной трубе, идет этот звук. Динь! Я четко слышал такой звук. Очень жесткий удар, и я помню, как мотнул головой. Черт возьми, да! Хороший удар, но я смог выдержать его. А болельщики считают, что у Макса руки-подушки. Нет, посмотрите на лица его оппонентов после боя. Определенно, определенно у него не руки-подушки. Не могу не спросить тебя о забитии. Ты всегда считал его особенным бойцом, или в твоих глазах он был немного переоценен? Нет, он очень хорош. Очень хороший универсальный боец. Я всегда считал его очень сильным. Сейчас мне кто-то говорил, что он хочет вернуться в бои, не знаю, правда ли это. Я всегда считал его очень сильным. Он умел делать безумные вещи в клетке, в стиле ниндзя. При этом он был универсалом. Насколько я знаю, его база то ли борьба, то ли самбо. За счет этого он был очень опасен в борьбе. Он мог перевести тебя, и у него были отличные сабмишены. Он очень хорош. Вы когда-нибудь с ним переписывались лично? Он как-то мне писал, но я не был уверен, что это он. Это был, скорее всего, его менеджер. Потому что у нас был такой быстрый обмен сообщениями, и он набирал настолько быстро, что я думал, это ты или менеджер. У него был какой-то английский на тот момент, но вряд ли такой, чтобы настолько быстро мне писать. Он просто строчил, и я думал, как это возможно. Так что это, скорее всего, был его менеджер. У меня нет к нему ничего личного. Они играли в какие-то ментальные игры со мной, но я не обращал на это внимания. Я боец, и мы с ним оба хотели подраться. Как видишь поединок против Джоша Эммита в эту субботу? Я, кстати, видел сегодня Джоша, и он выглядит весьма уверенно в себе. Он в хорошем ментальном состоянии, и мне это нравится, потому что я уверен, он закатит войну в клетке. А я люблю войны. Моя стратегия очень простая – двигаться, избегать его силы и доводить так много ударов, как я только могу. Он будет пытаться не только нокаутировать меня, но и переводить на землю, и я, безусловно, к этому готов. Я вижу себя победителем, я выиграю нокаутом или сабмишном, не позднее третьего раунда. Кстати, я забыл спросить, ты же тренировался с Джоном Джонсом какое-то время, когда он был еще на пике. Что он представлял на тот момент из себя в тренировочном процессе? Я помню, что на тренировках он не всегда выигрывал. У него бывали проблемы, у него бывали плохие дни. Он всегда был очень техничный и четкий во всем, что он делал. У него была очень техничная борьба. Что интересно, в поединках он был креативнее, чем на тренировках. Он делал вещи, в которых чувствовал себя абсолютно естественно. Я не видел, чтобы он отрабатывал их в зале. Видимо, это просто приходило ему в голову, и он исполнял прямо в бою. Не знаю, чуйка ли это какая-то, но он настоящий мастер боев.